Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня в нашей студии руководитель отдела религиозного образования и катехизации Симбирской епархии Иерей Андрей Кирюшкин. Здравствуйте, отец Андрей! Здравствуйте, рад приветствовать всех! Сейчас начались летние каникулы, время отдыха. Вот в епархии предусмотрены православные лагеря детские? Да, традиционно у нас есть смены православные в лагерях. В этом году у нас православная смена в лагере имени Деева, что на верхней террасе. Предыдущие года у нас были лагеря, еще Огонек с нами сотрудничали, Итиль, куда мы тоже планируем вернуться и благодарим сотрудников этих санаториев, кстати сказать, Итиль – это санаторий, за вот такое тесное сотрудничество, теплое очень взаимоотношение. Но на следующий год мы туда вернемся. А пока вот в Деевском лагере у нас отдыхают дети в основном из воскресных школ, потому что хочется подчеркнуть, что чтобы попасть в православный лагерь, нужно, во-первых, быть учеником воскресной школы, потому что в первую очередь мы берем туда учеников воскресных школ, а уже если есть места, остаются, мы набираем людей, которые хотят соприкоснуться вот с таким православным миром детским. А вообще много у нас в епархии воскресных школ? – Да, воскресных школ у нас достаточно, они с каждым годом растут практически при всех храмах городских есть воскресные школы. В каких-то храмах существуют летние группы для детей. Часто задают вопрос, есть ли какие-то летние воскресные школы для того, чтобы ребенка определить. Но вот как раз для детей существует при больших приходах, у нас и в Варском есть такой прецедент, когда организуют воскресную школу, летнюю, с питанием, с пребыванием на свежем воздухе. Но для этого важное условие – нужно стать учеником воскресной школы, потому что в первую очередь детишки церковные, наши общинные туда могут попасть. А уже те, кто внешне, их еще нужно посмотреть, готовы ли они к такому общению церковному. Ведь, например, в православной смене существует традиция читать и что-то из Священного Писания, и правила утренние, и вечерние. Они готовятся к причастию, детишки подходят. Поэтому здесь важно быть церковным человеком. Для внешнего человека это может показаться скучным, непонятным. Поэтому первый шаг, чтобы попасть в летний детский православный лагерь, в смену, нужно стать учеником воскресной школы, куда мы всех и приглашаем. В сентябре месяце у нас набор происходит во все воскресные школы наши городские и областные, наши епархии. Можно смело подходить, и там все вам расскажут, как организованно провести отдых своих детей летний по-православному. Ну, чаще всего это в феврале месяце начинается набор. Уже документы родители отправляют в отдел образования и катехизации. Там мы их обрабатываем, присылаем заявку в лагерь. Все это организовано, с согласия родителей происходит. То есть вот таким установленным и законом светским в порядке, и нашим церковным. То есть сейчас уже сложно попасть. А сейчас уже невозможно, потому что мест, как правило, не так много, и вообще их мало. Сразу в феврале выстраивается очередь, чтобы ребенка определить уже воскресную туда. Тут еще поступили вопросы от зрителей наших. Вот хотелось тоже, связанные с воспитанием, образованием. Что нужно делать, чтобы дети слушались и уважали родителей по мере их взрослений? Есть ли у вас рецепт? Ну, рецептов в воспитании, наверное, и быть не может. Все достаточно индивидуально. И возможности ресурс родителей внутренний. И их подход к жизни. Но вот это, наверное, во многом определяет, как будут удобрять детей. И из них, собственно говоря, будет вырастать. Если мы будем вкладывать то доброе, что у нас есть самих, ну, быть, самое главное, в контакте с детьми. Потому что если мы теряем контакт, утрачим вот эту связь, не на их волне, даже не обладаем терминологией, которой они владеют. У них же сейчас такой свой язык, которым надо тоже владеть. Если им не владеешь, будешь не на волне с ними, то уже ты не свой. Поэтому, чтобы войти в их такое сообщество детское и тинейджерское, как сейчас говорят, подростковое, нужно обладать какими-то знаниями о том, что им интересно. А там уже постепенно можно подправлять в свою сторону, объяснять, рассказывать. Дети с интересом слушают авторитетных людей. Если станем для наших детей авторитетами, тогда они будут вполне нас слушать. Как уберечь ребенка от компьютерных игр? Вот хочется заметить еще один момент. И родителям всем хочется сказать, что возраст детей – это временное явление. И мы уже не сможем вернуться к тому возрасту, когда можно было что-то сделать. Вот пропустили мы трехлетний возраст. Все, то, что закладывалось в трехлетнем возрасте, в шесть лет ты уже ему не привьешь. Или приводят ребенка в храм, бывает, в 14-16 лет, он уже зависим абсолютно. Но сейчас что с ним делать? Уже возраст прошел, когда можно было у него, прямо сказать, отнять эту игрушку, запретить, и его интересы перенаправить в другую сторону, заняться им. Ну, у нас работа, но это не оправдание нам совершенно. Дети, может быть, и не вспомнят, скорее всего, что мы им покупали вкусненького, сладенького, какие там гаджеты, это все не вспомнится. А вот слушаешь, когда молодежь, что не хватало? Родительского внимания, участия, с отцом сходить на рыбалку там, или на природу всей семьей выйти. Вот этого детям не хватает. Поэтому этот момент упущен, им интересна виртуальная жизнь, она красочная, яркая, веселая. Там то можно делать, и так можно жить, как здесь вот в этой реально скучной жизни не проживешь. Запрещает. Поэтому нужен момент, чтобы и запретить, и увещевать, как говорится, здесь это тонкая уже грань. Конечно, когда человек 16 лет, а бывает и 30-летние детишки сидят, играют. То же самое. Вопрос от зрительницы. Какая длина юбки должна быть у православной девушки? Ну, вот один батюшка, наверное, всеми любим и известный, он однажды сказал такую вещь. Посмотри, говорит, на себя в зеркало. Как, говорит, совесть тебя, что говорит о твоей длине юбки? Целомудрен ты выглядишь или нет? Поэтому я думаю, тут длина юбки, она варьируется объемом совести целомудрия человека. А так вот регламентировать четко и ходить с линейкой, вымерять, сколько там. Ну, обычно не выше колен традиционно, а лучше ниже, чем ниже, тем лучше. Вот такой вот дресс-код. Ну, естественно, это от культурного воспитания, от внутреннего нашего вставляющего зависит. Если человек целомудренный, он сам прекрасно себя оценит, какой длине ходить юбки. Вопрос от зрителя. У меня день рождения всегда выпадает на пост. Как нужно его отмечать? Ну, даже не в пост и не в пост, а вообще христианский день рождения, он несколько обычно отличается от светского. Ну, опять же, это наш советник внутри нас. Совесть, объем, как мы можем. Да, мы этот день как-то для себя отмечаем, и нас поздравляют. Поэтому мы не можем принять поздравления и отпустить голодными, ненакормленными людей. Ну, естественно, там в пляс не ударяются в пост уж православный, хотя некоторые светские и это делают. Но все-таки, наверное, здесь вообще должна быть мера. Умеренность – это такой царский путь, серединка, когда ты не срываешься, что я не принимаю поздравлений, меня не поздравляете, у меня пост. Это одна крайность. А другая крайность – это на все, как говорят современные люди, забить, то есть это все отвергнуть и весело, невзирая на пост, встречать свой праздник. Поэтому, да, такое обременение на людей ложится, у которых в пост день рождения поскромнее. Спасибо, отец Андрей, до свидания. До свидания, благодарю вас за беседу. До свидания, уважаемые зрители. Спасибо. Спасибо, Господи. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok